Всем привет! Это Открытые медиа, меня зовут Наташа Телегина. Представьте себе ситуацию. Беседуют два человека, один из них спрашивает, не пора ли ему ехать к Татьяне-дизайнеру. Что бы вы подумали? Что речь идет о ремонте квартиры или об украшениях? Или может быть о том, что скоро 8 марта? Вы не поверите, но речь идет о незаконном возмещении НДС. Дело в том, что дизайнерами на жаргоне называют людей, которые готовят подложные документы. Они как будто бы рисуют их. Вот то самое уголовное дело. Вот афера почти на 2 миллиарда рублей. А вот некто по фамилии Удодов. Вот так выглядит этот человек. Ну, это фотографии соцсетей. В жизни обычно он выглядит более солидно. Бизнесмен, девелопер, как говорится, владелец заводов, газеты, пароходов. А еще близкий друг и партнер по хоккейной команде главы налоговой службы Михаила Мишустина. Тут налоги и там налоги. Совпадение? Не думаю. Давайте начнем сначала. Допустим, вы построили завод. Или не построили, или построили его только на бумаге. Но вы хотите получить возмещение НДС. Разумеется, это незаконно. С чего вы начнете? Правильно, нужно найти людей, связанных с налоговой службой. А уж они познакомят с кем надо. Сейчас я практически цитирую материалы уголовного дела. Итак, фигура номер один. Бизнесмен Александр Сабодаш. Когда-то он начинал с торговли водкой, а сейчас хочет незаконно получить 2 миллиарда рублей из бюджета. Для этого он обращается за помощью к своему приятелю Александру Удодову. Фигура номер два. Александр Удодов, друг главы Федеральной налоговой службы. Удодов знакомит Сабодаша с некой Ольгой Черничук. Фигура номер три. Ольга Черничук, заместитель руководителя налоговой службы по Москве. А знаете, что делает Сабодаш, когда все перезнакомились? Правильно, подает декларацию на возмещение почти 2 миллиардов рублей. Начинается проверка, но новые друзья на связи. Это дом, где жила Ольга Черничук. 3 февраля 2011 года Черничук, Удодов и один из подчиненных Сабодаша встречаются в этой квартире и обсуждают, почему так долго идет проверка. Почему деньги до сих пор не поступили машинникам на счет? Всего за время проверки, а это примерно 3 месяца, Сабодаш созванивается с Удодовым более 200 раз и 84 раза с его подчиненным. Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Наверное, у вас уже возник вопрос, а откуда мы все это знаем? Что за уголовное дело? Да, у Сабодаша и его приятеля ничего не получилось. Это длинная история. Если кратко, в тот момент, когда они обратились за возмещением налога, инспекция уже находилась под прицелом правоохранительных органов. И новые друзья очень быстро угодили под прослушку ФСБ. Поэтому вместо 2 миллиардов рублей они получили реальные тюремные сроки. Увыточный король Александр Сабодаш в ближайшие 6 лет проведет в колонии. А что же случилось с Удодовым и Черничук? А ничего. Черничук спустя несколько месяцев после всей этой истории ушла из налоговых органов. А у Додов продолжил играть в хоккей вместе с Мишустиным. Вот такая история. А теперь самый увлекательный штрих. Вот это роскошное повестье Мишустина, теперь уже премьер-министра на Рублевке. По данным Росреестра, оно состоит из трех частей. Вот эту часть, самую большую, в 2009 году семье Мишустина подарил хоккеист, бизнесмен и человек из уголовного дела Александр Удодов.